Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня мы обсудим с вами современные представления о системе гемостаза. И мы начинаем как бы определенный цикл лекций, посвященных гемокогуляции, гемостазу, кровотечениям. И мы планируем на наших школах продолжить эту тему в последующих наших выступлениях. Но сначала, наверное, в качестве такого небольшого предисловия постараемся ответить на вопрос. А почему все так сложно? Почему так сложно понимать вот эти вот проблемы гемостазиологии, когулологии? Почему нам иногда не удается договориться клиницистам и врачам, которые занимаются лабораторной диагностикой различных когулопатий? Ну, дело в том, что значительное время назад мы стояли на развилке и разошлись в разные стороны. В этом нет ничего страшного. Если мы нормально будем общаться и нормально интегрировать наши знания, то это, наверное, обогатит и ту, и другую службу. Но эти службы разошлись действительно в разные стороны. Те, кто работают в лаборатории и изучают свертываемость крови ин витро, то есть в пробирке, они занимаются наукой, которая называется когулология. И это действительно целый большой раздел сегодня клинической лабораторной диагностики. Те же из нас, кто работает непосредственно в операционных или в отделениях реанимации, те из нас, кто непосредственно сталкивается с пациентами с кровотечениями, и те, кто отвечают за остановку этого кровотечения, за гемостаз, они, конечно же, должны изучать и второе направление, второй раздел этой науки – это гемостазиологию. Но, к сожалению, да, пути разошлись, и сегодня бывают споры довольно жаркие споры. Мне не раз самому доводилось быть участником таких споров, когда мне возражают, мне говорят, что вы неправы, вы не понимаете. Вот здесь я на слайде привожу два примера. Это жизненные примеры, это то, с чем доводилось мне сталкиваться и я. Почему-то полагаю, что многим из наших слушателей тоже доводилось сталкиваться с подобными ситуациями. Ну, ситуация несколько комичная, когда по лабораторным данным у пациента получается ДВС-синдром, но на самом деле это амбулаторный пациент, мы его посмотрели и отпустили домой, он своими ногами туда ушел в ДВС-синдром, он сел в троллейбус и поехал домой. Ну и другая ситуация, более драматичная гораздо, с которой тоже мы, к сожалению, сталкиваемся, это когда мы отправляем пробу крови в лабораторию, нам говорят, что все нормально, но мы-то своими глазами видим, что не все нормально, кровотечение продолжается. Это не значит, что лаборатория работает плохо. Лаборатория отвечает на те вопросы, которые мы ей задали, и надо правильно понимать их возможности, и надо правильно понимать, что означают лабораторные результаты этих исследований. Поэтому мы вернемся обязательно к этой теме, мы планируем обсудить с вами в последующей нашей встрече проблемы лабораторной диагностики коглопатии. Я думаю, что эта тема актуальна, и она будет востребована. Ну и сегодня это выглядит вот так. Направо пойдешь, налево пойдешь, а нам нужно выбрать некий путь, в который мы будем пользоваться знаниями и того, и другого направления. Ну давайте попробуем это сделать. Немножко, буквально несколько слов мы скажем о происхождении системы гемокроагуляции. Ну, на мой взгляд, это помогает нам понять, как она работает, как она устроена. Как только у живых существ на нашей планете появилась замкнутая полость внутренним миром, с внутренней средой, вот этой жидкостью, этим существам стали угрожать две большие неприятностей. Это либо травмы и истечение этой жидкости наружу. Изначально это было даже не кровь, это была так называемая гемолимфа. Но вот истечение гемолимфы наружу означало гибель живого существа. И другая проблема, которая тоже была столь же опасна, столь же угрожала жизни, это вторжение извне каких-то чужеродных, ну, как правило, микроорганизмов. Ну, чужих, если можно выразиться так, да, это могут быть вирусы, микроорганизмы, бактерии, грибы и так далее, которые, размножаясь внутри, опять же, убивали это живое существо. Поэтому нужно было локализовать вот эту агрессию. И изначально, эволюционно, да, мы создавали системы в процессе эволюции, которые позволяли локализовать зону повреждения и локализовать зону чужеродной инвазии. Вот, и для того, чтобы это сделать, параллельно развивались два направления. Одно из них – это клеточное, и у вот этих древних существ, у них, конечно, не было ни лимфоцитов, ни лейкоцитов, там, ни трофилов, ни тромбоцитов. У них были гемолимфоциты, это были универсальные солдаты, которые отвечали за все. Они могли мигрировать в область повреждения, они могли своими телами затыкать вот эти дыры, которые образовались во внешнем контуре защиты, да, во внешней оболочке организма. И они могли окружить и локализовать область вторжения каких-то инородных микроорганизмов с одной стороны, а с другой стороны формировалась ферментная система. Микроорганизмы нужно было разрушать, лизировать и выводить, а гемолимфу нужно было менять ее агрегатное состояние, нужно было превращать ее из жидкости в некое, ну, заметим, сразу не твердое вещество, а гель. Но так или иначе гель теряет текучесть, и гель перестает вытекать. Ровно это и происходит сегодня, когда кровь свертывается, она из состояния жидкого переходит в состояние, ну, опять же, это не твердое, вы все видели, что такое нормальный сгусток крови, это гелеобразная структура, но сложная, очень так эффективно работающая при нормальных условиях. Эти две системы развивались параллельно, то есть отдельно клеточная, как бы отдельно гуморальная звена, но эти два звена развиваются параллельно, поэтому обсуждение, какое из них первое, какое второе, что было раньше, знаете, курица и лицо, это совершенно не имеет смысла, на самом деле они параллельно развивались. Ну и далее, смотрите, вот протеолитические ферменты гемолимфоциты, когда эволюция дошла до стадии рыб, лимфоциты, уже там был кровь рыб, вы знаете, уже есть кровь, циркулирует, ну, у них более примитивная система кровообращения, и вот эти лимфоциты стали делиться на лимфоциты малые, лимфоциты большие. Большие в основном отвечали за иммунитет, малые в основном отвечали за гемостаз. Ну, а когда рыбы вышли на сушу и стали земноводными, появляется большой и малые круги кровообращения, появляется большой круг, это круг высокого давления. Любое повреждение в этой области грозят очень серьезными кровотечениями и кровопотерями. В отличие от рыб, да, у них кровотечения не бывает, ну, в подлинном нашем понимании артериального, вот, а у земноводных и у пресмыкающихся это уже возможно, повреждение сосуда большого круга сопровождается очень массивной кровопотери, нужны механизмы быстрого реагирования, нужно, чтобы быстро свертывалась кровь, поэтому развивается гуморальное звено и одновременно уже четко появляются тромбоциты, то есть клетки, которые специально ориентированы на то, чтобы обеспечивать гемостаз, но не забывшие свое вот это прошлое из лимфоцитов происхождения, да, они не забыли того, что они участвуют в процессах иммунного ответа и воспаления. И мы сегодня, в общем, подходим к пониманию того, что тромбоцит – это не только клетка какая-то, которая является звеном гемостатическим, это еще и какая-то, ну, субклеточная структура, клетка говорит неправильно, субклеточная структура, которая очень активно участвует в процессах воспаления и иммунного ответа. Ну, и далее уже этапы эволюционного развития, вот здесь они на слайде представлены, далее это всевозможные, значит, ну, например, птицы, да, вот птица без тромбоцитов жить не может, потому что любая линька, да, любая потеря оперения будет означать для нее геморрагический шок и смерть, если не будет достигнут быстрого устойчивого гемостаза. Понимаете, каждое выпавшее у птицы перо – это точечный небольшой источник капиллярного кровотечения, но без тромбоцитов гемостаз обеспечить невозможно. Ну, следующие этапы – это ныряющие, какие-то млекопитающие, которые, ну, которые, это не земноводные, это вот водоплавающие, правильно сказать, да, ныряющие млекопитающие, ну, например, киты, которые погружаются на большую глубину, где их обжимает очень высокое давление, дельфины и так далее. А у них на длительное время прекращается микроциркуляция вот в областях кожи и каких-то подкожных структурах. И потом, когда они всплывают, нужно восстанавливать кровоток, а там образуются микротропы. Поэтому у них формируется уже система фибринолиза, уже достаточно развитая, качественная система фибринолиза. Ну, и, наконец, плацентарное, ну, как бы размножение, да, плацентарное вынашивание плода – это апофеоз. Значит, млекопитающие, которые размножаются и вынашивают потомство, вот, не откладывая яйца, а по плацентарному механизму, они, конечно, должны обладать и гемостазом идеальным, да, потому что роды не должны заканчиваться кровопотери и смертью, с одной стороны. И с другой стороны, очень мощными механизмами антикоагуляции фибринолиза, чтобы обеспечить кровоснабжение плода. Поэтому вот на нашем уровне, уже на уровне млекопитающих, мы имеем все основные звенья системы гемокоагуляции по вот этой эволюционной лестнице, которую мы сегодня будем обсуждать. Что такое система гемостаза? Ну, она является, конечно, функциональной системой. То есть в нее входят разные какие-то разные органы и разные ткани участвуют в ее работе. В понятие функциональной системы было введено Петром Кузьмичом Анохиным. И с точки зрения Анохина, это несколько взаимодействующих между собой каких-то субсистем, которые настроены на решение какой-то задачи и выполнение какого-то физиологически целесообразного для существа результата. Ну, особенность системы гемокоагуляции или системы гемостаза состоит в том, что две задачи решаются. Первая и главная задача системы гемокоагуляции – это поддерживать жидкое состояние крови. Это задача номер один. Если эта задача не решена, то человек погибнет от тромбозов. Мы не смогли бы с вами жить, существовать, общаться вот сейчас с вами, если бы эта задача не решалась нашей системой гемокоагуляции гемостаза. Я говорю гемокоагуляции гемостаза. Мы сейчас говорим в широком смысле про систему гемостаза. Поэтому первая и главная задача – это задача поддержания жидкого агрегатного состояния крови. И вторая задача, которая не менее важна – это быстрое изменение этого агрегатного состояния и быстрое свертывание там, где это необходимо. То есть в области повреждения в первую очередь это, конечно, травматическое повреждение и в не меньшей степени это инвазия, инвазия чего-то чужеродного в наш организм. Все как сотню тысяч лет назад, так и сейчас принципиально угрозы те же, ничего не изменилось. И отсюда очень сложное, конечно, устройство этой системы. Система устроена крайне сложно, потому что она решает две прямо противоположные задачи, и оба решения должны быть эффективны. Поэтому, к сожалению, простой она быть не может. Система, которая одновременно решает две жизненно важные и физиологически целесообразные по Петру Кузьмичу Анохину задачи – это очень сложная функциональная система. Но, несомненно, это функциональная система. Как можно представить эту функциональную систему в виде некой схемы? Ну, подсмотрите, коллеги, классическая схема, которую мы видим в учебниках прежних лет, это вот такая вот схема, я бы назвал ее анатомогистологической схемой. То есть, когда мы наблюдаем под микроскопом, как течет жидкая кровь и как в области повреждения происходит свертывание крови, мы видим, что работают три основных механизма. Работает сосудистое звено, оно очень важно для обеспечения гемостаза. Работает клеточное звено – это тромбоциты в первую очередь, хотя, конечно, кроме тромбоцитов играют роль и ретроциты, играют роль и лимфоциты, и лейкоциты. Ну, если мы говорим про травму, они играют вспомогательную роль, если мы говорим про воспаление, например, у пациентов с какой-то инфекционным процессом, сепсисом, они играют огромную роль. Ну, и, конечно, гуморальное звено. Гуморальное звено – это вот все те факторы свертывания, которые мы изучаем, которые мы смотрим лабораторно, все те 13 факторов, которые мы сейчас обсудим. Ну, и, конечно, все эти звенья должны между собой как-то взаимодействовать. И очень важный момент – они способны немножко дополнять друг друга. Они способны за счет чуть избыточной функции одной системы мы можем прикрыть слегка недостаток системы другой. Это очень интересное свойство вот этой системы. То есть в ряде случаев избыточная активность тромбоцитов может защитить пациента от дефицита гуморальных факторов. Или наоборот, если тромбоциты слабы, то активизация и накопление факторов гуморального звена до какого-то момента может предотвращать катастрофу. Это действительно так. Это очень важное и полезное свойство этой системы. Но эта анатомогистологическая классификация, она не отвечает на вопросы функциональные. Потому что за что отвечает сосудистая звено? Оно отвечает и за гемокоагуляцию в области повреждений. И, конечно, оно отвечает за поддержание жидкого состояния крови. То же самое касается клеточного звена и гуморального тоже. Там есть и система естественных антикоагулянтов, есть система прокоагулянтов, есть система фибринолиза. Поэтому с функциональной точки зрения лучше вот другая классификация. Она выглядит примерно так. Система гемостаза у нас балансирует четыре субсистемы. Это система естественных прокоагулянтов или свертывающая система. Сюда будут входить и клеточные компоненты, тромбоциты. Сюда же будут входить и гуморальные компоненты, такие как фибриноген, протрамбин и так далее. Вплоть до фактора 13 лакелоранда включительно. И ей противостоят, ну на самом деле не противостоят, а контролируют ее активность и как бы балансируют ее работу. Система естественных антикоагулянтов, наша противосвертывающая система, это с одной стороны. А с другой стороны, если где-то тромбы уже формируются, то работает система фибринолиза, которая устраняет излишние тромбы. Вот это очень важно тоже. Эти системы должны находиться в балансе. Излишние по своему объему тромбы могут лизироваться. Ну и эта система тоже не должна работать бесконтрольно. Поэтому есть антифибринолитическая система. Поэтому это даже вот визуально на картинке, на слайде это трудно изобразить в виде весов. Ну вот я изначально думал, что может какие-то, знаете, вот весы, а там к каждой чашке свои весы прикреплены. Нет, это не так. Это вот какая-то вот такая схема. Она может изобразить примерно, как это выглядит в виде сложных картинок с весами. И это не получается. Ну и естественно, нормальный гемостаз. И смотрите, коллеги, очень важный момент. Мне случалось слышать фразу на некоторых даже квазинаучных конференциях. Ну я говорю квазинаучных, потому что там была очевидная реклама. Вот когда говорили, что вот изобрели новый инфузионный раствор, который, как утверждал докладчик, improve coagulation улучшает систему свертывания. Коллеги, улучшить систему невозможно. Помните, как у Михаила Афанасьевича Булгакова свежесть бывает одна первая, она же последняя. То же самое с коагуляцией. Она бывает одна нормальная и все. Любой сдвиг в любую сторону грозит нам либо гиперкоагуляцией тромбозами, либо гиперкоагуляцией кровотечением. Поэтому только золотая середина и все. Улучшить гемостаз, улучшить гемокоагуляцию невозможно. Нужно поддерживать ее на нормальном уровне. Ну, раз уж мы заговорили о классических учебниках, давайте вспомним и классическую, или так называемую Y-образную схему гемостаза, которая в этих учебниках была предложена. Я сразу скажу, во-первых, она не утратила смысла и сегодня. И во-вторых, для своего времени это был большой прорыв. Потому что это был этап осмысления устройства этой системы, этап понимания того, как она работает. Этот этап был связан с именем двух выдающихся исследователей в области гемостазиологии и коглологии. Это Роберт Макфарлан и Оскар Ратнов, чей портрет я покажу на следующем слайде, ну там через слайд. И действительно, к концу 50-х годов они копили достаточной информации, чтобы предложить вот эту схему. Это их публикация 1962-1963 года. Они предложили схему, в которой есть два пути, внутренний и внешний, а которые потом объединяются в некий один общий путь. Поскольку два пути объединяются в один, все это выглядело как латинская буква Y. Поэтому эта схема получила название Y-образной схемы. Вот здесь на слайде она представлена. В то же время Оскар Дэвис Ратнов предложил схему каскада, схему водопада. Он назвал это waterfall scheme, схема водопада. И его схема, она предполагала последовательность ферментативных реакций, которые в конечном итоге приводят к свертыванию крови. Обращаю внимание, Оскар Дэвис Ратнов писал, это в журнале Science его была публикация. Кстати, это говорит об уровне ученого, да, не каждому ученому довелось публиковаться в журнале Science. Это действительно большой почет. Обратите внимание, схема водопада, waterfall sequence последовательность, водопадная последовательность for intrinsic blood clotting. То есть он ее описывал только для так называемого внутреннего пути гемокоагуляции. На это обращаем внимание. Вот эта буква Y, вот эта Y-образная схема, которую вы, конечно, помните, вы все ее видели в учебниках. Мы по этим учебникам учились. Ну, есть внутренний и внешний путь. Схема, на самом деле эта схема работает, и мы должны ее знать, например, для того, чтобы понимать, о чем говорят нам результаты анализа, которые мы отдали в лабораторию. У этой схемы есть очевидные недостатки. Это схема in vitro. Это схема того, как кровь может свернуться в пробирки. Она может свернуться вот за счет пути активаторов внешнего пути. Мы добавляем тканевой тромбопластин как реактив, и вот этот путь внешний реализуется. Либо мы добавляем, ну, классический вариант исследования так называемого внутреннего пути. Это каолин-кефалиновое время, которое сегодня мы называем АПТВ, активированное парциальное тромбопластинное время. Это синоним. Мы добавляем фосфолипид, кефалин. Мы добавляем каолин, белую глину, чтобы активировать 12-й контактный фактор. Это смачиваемая поверхность. И, соответственно, за счет активации 12-го фактора и с добавлением кальция и фосфолипидов мы активируем весь этот внутренний путь. Коллеги, во-первых, смотрите, на тот момент, когда эта схема была доминирующей в мире, было известно в разных учебниках от 11 до 12 тромбоцитарных факторов. Обращаю ваше внимание, что во всей схеме описан только один третий тромбоцитарный фактор. Это фосфолипидный фактор тромбоцитарный, так называемый парциальный или частичный тромбоцитарный тромбопластин. Он этим отличается от тканевого тромбопластина, который не парциальный, который не частичный, который полный тромбопластин. Вот этот фактор 3. Потому что он состоит из белка, апопротеина и фосфолипида. А здесь, в общем, только фосфолипид, но фосфолипид тромбоген. Это в основном фосфатидилсирин. И вот эта схема, она, во-первых, не отвечает на вопрос, если для того, чтобы кровь свернулась, нужен только третий фактор тромбоцитов, зачем остальные 10 или 11. Ну, еще раз, да, есть варианты, где предлагается 11 факторов, где 12, слушай, как минимум 10 лишних, которые вообще вроде бы не нужны, а зачем-то есть. Так не бывает. Если в человеке что-то есть, это что-то значит нужное. Это во-первых. Во-вторых, ну, например, вот глядя на эту схему, представим себе гемофилика с гемофилией А. У него резко снижена активность, ну, вплоть до того, что вовсе отсутствует, антигемофильный глобулина или восьмой фактор. Ну, так а почему он должен, почему у него должно быть кровотечение вообще? Как-то, да? У него же есть седьмой фактор, третий. И он вполне, если он получил травму, гемофилик с тяжелой формой гемофилии, получивший травму, вполне может обеспечить себе гемостаз по внешнему пути. Что ему мешает? Зачем ему этот? Получается, как бы у нас существует два пути, которые дублируют друг друга, дополняют друг друга. Ну, знаете, вот у вас есть две, ну, чего-нибудь там, не знаю. У меня есть два телефона, да, один перестал работать, я по-другому звоню. Здесь есть два пути, один не работает, работаем по-другому. И зачем какие-то проблемы? Ну, проблемы есть. Мы знаем, что у гемофиликов эти проблемы есть серьезные. Зачем нужно два пути? Вот на этот вопрос тоже нет ответа. То есть, здесь явно недооценены тромбоциты, и эта схема не отвечает на вопрос. Ну, вот об этом сказано здесь вот на… И противопоставляется внутренний, внешний путь. Вроде как бы человек сам решит, как ему сегодня удобнее. Ему нужен гемостаз, он получил травму. Как он сегодня будет работать по внутреннему, по внешнему? Ну, как бы вот у него есть два варианта, у него есть выбор. Нет никакого выбора, потому что это не альтернативные пути. Это два компонента одного и того же процесса, о чем мы сейчас и расскажем. Ну, и, конечно, эндотелиальных здесь факторов вообще нет. Их как будто их нет и не надо. Значит, для того, чтобы привести более-менее эту схему в порядок, нужно всего лишь взять и аккуратно карандашиком нарисовать вот такую петельку. Но она другая. Мы потом, чуть позже, сегодня покажем вам, как полностью выглядит вот эта петля, которая была предложена итальянским исследованием исследователям Франко Джоссо, ни много ни мало, в 1968 году. То есть мы говорим современные представления о гемокоагуляции. Да, ну, я не скажу, что вот здесь мы сообщаем вам какие-то новейшие данные науки. В 1968 году Джоссо предложил вот эту петлю. Она действительно есть, она работает. И она объясняет, зачем нужен внутренний путь. Внутренний путь не альтернатива внешнего пути. Внутренний путь – это дополнение внешнего пути. Сначала срабатывает внешний, а потом уже внутренний путь усиливает и развивает эту. Ну, и, опять же, с тромбоцитами не вполне понятно. А давайте разберемся, зачем нам нужны тромбоциты. Очень важный момент. Да, вот все этапы коагуляции, они развиваются на поверхности тромбоцитов. Поэтому без тромбоцитов нормального гемостаза у нас не получится. Другой вопрос, что их не надо. Именно 150 тысяч, как нижняя граница нормы. В некоторых учебниках, там, что, в частности, обычно 150 тысяч в микролитре у нас считается нижняя граница нормы. Если их 100 тысяч, их вполне хватит. Даже если их 50, их хватит. Вот если их 10, их не хватит. И без них вот совсем не будет гемостаза. Совсем будет тяжелейшее кровотечение, возможно, с массивной кровопотери. Они обязательно нужны. Почему? Ну, потому что, смотрите, вот если мы вернемся буквально на вот сюда, на один... Вот смотрите, два ферментных комплекса. Теназа от английского TEN10. Она активирует десятый фактор, фактора Стюарта Прауэр. И протромбиназа. Вот, соответственно, десятый, пятый, кальций. Вот это вот. Вот эти два комплекса, они должны где-то собраться, чтобы начать работать. Где они могут собраться? Понимаете, комплекс ферментный – это вот как пазл. Он должен собраться на какой-то поверхности. Я всегда вот на этой лекции привожу простой пример. Представьте себе, что мы с вами в аудитории, я раздаю вам детские пазлы, вот эти вот какие-то картиночки. Говорю, ну вы же можете, взрослые люди, врачи, образованные, вы же можете собрать пазл? Можете, да, пожалуйста, давайте соберем пазл. И вы начинаете собирать пазл, потому что у нас идет учебный процесс, и вам преподаватель дал такое задание – собрать вот этот пазл. А тут я говорю, извините, условия задач немножко другие, но тут они немножко больше. Мало собрать пазл. Пазл надо собрать без поверхности стола, в воздухе, в руках. Ну а потом, когда я увижу, что в аудитории у кого-то начало получаться, и он вроде бы собирает пазл, я хлопаю себе по лбу, говорю, коллеги, извините, ради бога, я забыл еще одно условие задачи. Вы должны бегать по кругу в аудитории. Собирая пазл, вы бегаете по кругу, потому что кровь по сосудам движется, она не стоит на месте. И вот тогда я посмотрю, как вы соберете этот пазл. Казалось бы, ничего особенного. Нужна поверхность, на которой вы сложите эти компоненты. Вот такой поверхностью является мембрана именно тромбоцитов. Она уникальна. Мембрана тромбоцитов уникальна тем, что она может выворачиваться наизнанку. Дело в том, что мы знаем, что любая мембрана состоит из фосфолипидов. Это правда. Внутрь к крови. То есть вот наружная поверхность эритроцита, наружная, та, которая смотрит в просвет сосуда, поверхность эндотелиальной клетки. Наружный поверх слой тромбоцита, лейкоцита – это фосфолипиды, но это фосфолипиды, это фосфатидилхолин. Он имеет отрицательный поверхностный заряд, и он атромбогенинг, к нему ничего не может приклеиться. Вот этот пазл на фосфатидилхолине не соберется. В отличие от других клеток, у тромбоцитов есть уникальная возможность. Они способны выворачивать свою мембрану наизнанку, а изнанка любой мембраны, в том числе мембраны тромбоцитов – это фосфатидилсерин и фосфатидилутаноламин. В основном фосфатидилсерин тромбогенинг, потому что он обеспечивает положительный заряд мембраны, и к нему как раз фиксируются все вот эти компоненты ферментных комплексов. Вот это очень важно. То есть, ну, опять же, да, сразу отсюда простой практический вывод для практических врачей. Любое повреждение эндотелия, при котором становится доступна изнанка мембраны эндотелиальной клетки – это тромбогенная ситуация. Это высокий риск тромбоза в том сосуде, где такое повреждение возникло. И любое разрушение, например, эритроцитов. Ну, я уж не говорю про лейкоциты, потому что лейкоциты, помимо того, что они дают вот эту внутреннюю, там еще и есть полноценный тканевой тромбопластин в виде апопротеина. То есть, это вообще источник, по сути, тканевого тромбопластина, лейкоцита. А вот эритроциты, любой гемолиз – это изнанка мембраны эритроцитов, которые становятся доступны гуморальным факторам клови, по которым растворены плазмой и растворены плазмой. И вот здесь вот начинается внутрисосудистый тромбоз. И здесь возникает, кстати, риск развития ДВС-синдрома, о котором мы тоже еще обязательно поговорим на наших школах. А тромбоциты, они уникальны тем, что в норме, в спокойном состоянии они атромбогены, но в нужный момент они могут вывернуть наизнанку свою. То есть, их не надо разрушать, их не надо лизировать, как при гемолизе эритроциты. Они сами выворачиваются наизнанку, и их поверхность становится тромбогенной. И тогда они могут запускать процессы тромбообразования. Очень важный момент. Мы должны понимать каскадность системы гемокоагуляции. С одной стороны, она находится в спокойном состоянии, и кровь жидкая. Но с другой стороны, если есть травма, у нас есть буквально 2-3 минуты, чтобы обеспечить гемостаз. То есть, кровь должна быстро сворачиваться. Чтобы кровь быстро сворачивалась в области повреждения, необходимо, чтобы процессы шли очень быстро. Это цепочка ферментативных реакций, но каждый фермент – это катализатор. Это значит, что развитие процесса идет в геометрической прогрессии. То есть, первый фермент активирует не один, а много молекул второго фермента. Много молекул второго фермента активирует еще больше в геометрической прогрессии молекул третьего фермента. И в результате мы из микрограмм какого-нибудь там первого препарата получаем граммы конечного продукта. Ну, конечным продуктом у нас будет фибрин, который образуется из фибриногена. Вот это невозможно было бы, если бы не было вот этой системы усиления, системы амплификации. Ну, и опять же, да, мы говорим, что Оскар Ратнов предложил так называемую waterfall cascade схем, то есть водопадная схема, схема водопада. Вот она внизу нарисована, это как раз из публикации Оскара Дэвиса Ратнова. Здесь что неправильно, почему этот образ не годится, почему он неправильный? Этот образ неправилен, потому что водопад, особенность водопада, да, вот характеристика водопада. Сколько вошло сверху из верхнего озера, столько попало в нижнее. Здесь нет увеличения, да, вот, ну, сколько воды из одного озера или там из реки израсходовалось, расход воды, да, столько же поступило и ниже. Это водопад. А здесь речь идет о лавине. Когда мы один камушек с вершины горы кинули, а вниз сошла лавина, которую целый город может накрыть. Вот процесс гемокоагуляции – это процесс лавины. Поэтому, наверное, если вносить поправки в классическую теорию гемокоагуляции, мы должны waterfall cascade схем заменить на понятие the avalanche scheme, то есть схема лавины. Это лавинообразный процесс, потому что он происходит в геометрической прогрессии. Ну, и вот, чтобы так не быть голословным, смотрите, что у нас творится, да. 20 молекул фактора Стюарта-Прауэр. Чтобы их активировать, нужно 10 молекул антигемофильного глобулина B. Девятый фактор, он является основным активатором фактора десятого. Более того, я вам скажу, если разбавить пополам эту кровь, и там будет не 10, а 5 молекул, ну, в каком-то объеме определенном, их все равно хватит. Антигемофильного глобулина B хватит даже при значительной делюции для того, чтобы обеспечить процессы свертывания крови. А 20 активных молекул десятого фактора, фактора Стюарта-Прауэра, достаточны для того, чтобы активировать 140 молекул протромбина, превратив их в тромбин. И вот эти 140 молекул протромбина, превративших в тромбин, тысячу молекул фибриногена превращают в полимер фибрин. То есть вот этапы последовательной, пошаговой активизации. Но наша кровь остается жидкой, слава богу, и пусть так и будет. Там, где надо, пусть она всегда будет жидкой. Потому что есть антитромбин-3. Плазменный антитромбин, вот этот PET, плазменный антитромбин, в него целых 400 молекул с запасом. То есть даже если протромбин начнет активироваться, антитромбин на этот протромбин всегда найдется, если он не истощится. Вот бывают ситуации. Бывают ситуации при сепсисе, там, вакушерстве, еще когда-то, когда быстро истощается антитромбин-3, и тогда действительно мы имеем дело с истощением системы естественных антипограмментов, что грозит пациенту тяжелыми осложнениями в ходе развития ДВС-синдрома. Но здесь вот у здорового человека баланс великолепен. Совсем немного молекул нужно в начале, чтобы в конце образовался большой, мощный, плотный сгусток крови, который обеспечит вполне устойчивый гемостаз. Если вы хотите сравнивать не вот так, не в молекулах на тысячу молекул фибриногена, то, конечно, смотреть надо концентрацию малярную, естественно, потому что мы говорим о соотношении молекул в реакции. Мы смотрим на малярную концентрацию. Вот смотрите, здесь в графе есть минимальная эффективная концентрация. Если мы разбавим фибриноген в два раза, норма 2 грамм, ну от 2 до 3 до 1, от 2 до 4 грамм на литр, нормальная концентрация фибриногена у взрослого здорового человека. Вот если было 2, а стал 1 грамм на литр, это критически роняет его способность. То есть в концентрациях 1 грамм на литр и менее того, фибриноген перестает работать, потому что 50% это его предел. Что касается протрамбина, уже чуть лучше. Мы знаем, да, что 35-40% его активности вполне достаточно для того, чтобы обеспечить гемоостаз. Если мы возьмем 10 фактор, фактор Стюарта Прауэр, то здесь вообще 20%. Что такое 20%? С точки зрения, например, гемодилюции. Это мы 1 литр крови разбавили, условно говоря, 4 литрами раствора рингера. И получили, ну только не коллоидами, а именно кристаллоидным раствором, каким-нибудь раствором рингера. И получили вот эти 20% из исходной, изначальной 100% активности. И он все еще работает. Делюция 1 к 5, это фантастическая делюция. Мы редко, бывает всякое, но мы это очень редко сталкиваемся с этим в клинике. Что касается 13 фактора, его вообще, его 5% может быть достаточно, потому что ты работал. Напомню, что 13 фактор, это фактор, в Лаке Лоренде, фактор фибрин, стабилизирующий. Важно помнить о том, вы знаете, есть расхожее понятие, что существует когулопатия потребления. Правда, она есть, она бывает. Но мы должны понимать, какие факторы потребляются, чтобы понимать, что нам ждать от пациента с когулопатия. Вот где-то тромбы образуются, обильно образуются, и туда что-то расходуется. Вот какие факторы туда уйдут. Вроде бы фермент – это катализатор. Вроде бы фермент сам по себе не должен расходоваться. Ну и действительно, многие факторы, которые являются ферментами, они не расходуются. То есть, иными словами, если вы возьмете две пробирки, в одной будет плазма, то есть стабилизированный каким-то антикоагулянтом, чаще всего это цитрат натрия в лабораторном деле, можно гепарином стабилизировать. Стабилизированный антикоагулянтом вот эта проба – это плазма, там все факторы на месте. А вторая проверка – это для анализов биохимических, с красным колпачком. Там у нас сыворотка. Там кровь свернулась, образовался уже сгусток крови. Там осталось сыворотки, только то, что не израсходовано в процессе свертывания. И вот если мы сравним наличие факторов свертывания в плазме и в сыворотке крови, то мы увидим, что в сыворотке крови многие факторы остаются. Давайте посмотрим, что у нас расходуется. Фибриноген совершенно очевидно расходуется. Если кровь свернулась, то сгусток крови весь фибриноген ушел. Поэтому, если мы говорим про когулопатию потребления, мы вправе ориентироваться на фибриноген. Мы так и делаем. Например, когда мы смотрим, какие критерии диагностики у нас ДВС-синдрома, мы говорим о когулопатии потребления. Да, действительно, количество тромбоцитов, вот последний пункт, и фибриноген – это то, что уйдет в сгустки крови и уже оттуда не вернется. Это расходуемые факторы, потребляемые факторы. Они были потреблены в процессе свертывания крови. Про тромбин. Он же вроде фермент. Активный тромбин – это фермент. Он вроде не должен расходоваться, но он сорбируется. Он связывается на поверхности тромбоцитов, он сорбируется на нитях фибрина, и он связывается тромбомодулином в эндокрине. Таким образом, весь образующийся тромбин потребляется. Поэтому про тромбин будет снижаться. Это расходуемый фактор. Факторы, которые являются кофакторами, дополнительными факторами, кофакторами теназного комплекса, это, соответственно, у нас восьмой фактор, и про тромбиназного комплекса, это, соответственно, акцелерин – это пятый фактор. Ну, про акцелерин. Вот. Ну, там он работает уже в активной форме, то есть как акцелерин – это 5А будет. Вот. Это расходуемый фактор десятого фактора, то есть это обязательный компонент ферментного комплекса про тромбиназа. Вот они два будут израсходованы. Их не будет в сыворотке, но они будут в плазме. Ну, и про тромбоциты мы уже сказали, они потребляются, они уходят в этот сгусток крови. Смотрите, вот. А вот ферменты. Вот то, что вообще не должно бы расходоваться, но про тромбин, он особенно его расходуется. Остальные факторы не расходуются в процессе свертывания. Это значит, что с ними все будет хорошо. Есть много ситуаций, в которых с ними не будет хорошо. Например, тот же проконвертин. Здесь мы сейчас вернулись, но время не позволяет, посмотрели таблицу периода его полужизни – 5-6 часов. То есть, его печень наша все время, этот проконвертин, седьмой фактор, должна синтезировать, синтезировать и синтезировать. Если пациент попал в критическую ситуацию, и печень перестает синтезировать вот этот самый проконвертин, ну, по разным причинам, но перестает. Через 5 часов его будет половина от исходного. То есть, уже будет дефицит проконвертина. Мы это, кстати, видим и по анализам, когда смотрим пациентов в тяжелом состоянии, например, с тяжелой травмой. У них действительно уже через несколько часов есть, чувствуется по анализам, мы можем объективно сказать, что есть некий дефицит проконвертина. Вот. Ну, вот так вот. Ну, а мы тут отметили витамин К-зависимые факторы. Это отдельная тема, мы ее сегодня обсуждать не будем. Каким образом витамин К участвует и влияет на синтез этих факторов свертывания. Это скорее стоит обсуждать, когда мы будем говорить про антикоагулянты и передозировку. Так или иначе, об этом надо помнить. Да, что некоторые из факторов являются витамин К-зависимыми. И, кстати, сказать, здесь вот 4 указанных витамин К-зависимых. Напомню, протеин С, он тоже витамин К-зависим. Вот все эти недостатки старых моделей, вай-образной схемы, схемы водопада, постарались устранить двое наших коллег. Это Мариан Гоффман и Дугольд Монро, которые предложили новую теорию свертывания крови, новую модель гемостаза. Она называлась Cell-Based Model of Gemostasis. Ну, она, Cell здесь в основном это тромбоциты, клетки это, конечно, вот эти вот, это тромбоциты. Но вот клеточная теория или клеточная модель гемостаза, это как раз то, к чему мы пришли в 21 веке. Первая публикация относится к 2001 году. Вот здесь она как раз и приведена. И надо сказать, что действительно та теоретическая модель, которую предложили Гоффман и Монро, она отвечает на вопросы и объясняет те явления, которые не объясняли старые концепции. И вот в следующей части мы как раз уже обсудим эту самую теорию модель Гоффмана, Гоффман, правильно, да, модель Гоффман и Монро, и поговорим с вами о том, как сегодня мы видим процессы свертывания крови. Спасибо за внимание.